Всему свое место. И чем не место для торговли территория вдоль центрального рынка, но практически все уличные коммерсанты тут расположились незаконно. Представители мэрии и службы судебных приставов пришли на серьезный разговор со злостными нарушителями. И кто бы мог подумать, что эта милая дама уже четыре раза получала штраф за несанкционированную торговлю и накопила серьезный долг в 16 тысяч рублей. И сейчас счет погашения задолженности. Я накладываю арест на ваше имущество с изъятием. Это не мое имущество. Документы есть, подтверждающие, что это имущество не ваше? Конечно. Однако документов, доказывающих непричастность продавца к товару, не нашлось. Пристав накладывает арест на имущество. Очки оставляет продавцу на ответственное хранение. Должника обещала завтра подойти на прием к судебному приставу, взять квитанцию, оплатить задолженность в полном объеме 16 тысяч рублей. Если за 10 дней задолженность не погасит, имущество будет изъято и передано на реализацию в принудительном порядке. А как иначе заставить женщину оформить свою деятельность по всем правилам? Кроме того, товары в местах стихийной торговли могут быть опасны для здоровья. Тем более, если речь идет об оптике. Я ни у кого ничего не украла, стою честно, зарабатываю деньги. Многодетная мать, имея трое детей, не пью, не курю, не ворую, а стою честно, зарабатываю деньги. Территорию здесь убираю, штрафовые писты я их оплачиваю, по чуть-чуть, но я их оплачиваю, да. Женщина утверждает, что долг оплачивает каждый месяц по 500 рублей. Правда, у пристава подтверждения этому нет. Теперь продавцу придется расстаться за раз с куда более крупной суммой. И, возможно, это и побудит многодетную мать оформить свою деятельность и получить разрешение. Это недорого и недолго. Но некоторые граждане принимают решение, что я буду торговать там, где я хочу. То есть он определяет место сам и не хочет, уж простите такое слово, заниматься этим вопросом, заморачиваться. Он не хочет получать разрешение, ему удобнее торговать там, где он встал, вышел, встал, где он считает, что ему выгоднее. Но такого не должно быть просто потому, что город это не большая торговая площадка, где каждый делает то, что хочет, а есть для этого специально выделенные места. За нарушение в сфере незаконной уличной торговли предусмотрены штрафы от 2 до 40 тысяч рублей. За первый квартал этого года составлено 32 административных дела на сумму 83 тысячи рублей.